всем доброе утро окна такие правда чистые-чистые он говорит пора мыть уже там дождь постоянно и поэтому я их не трогаю здесь сразу сверху но посмотрим сегодня мы хоть придем помоем я аккуратно у нас сегодня ранее совсем подъем красивый смотри какой мальчик очень красивый очень-очень сильный очень-очень умный очень очень-очень такой еще что придумать хороший воспитанный мы сейчас завтракаем быстренько у нас 15 минут есть я кушает оладушки и едем на коляске я вчера попросила на коляске мы едем на коляске на занятия к Марине потому что туда ехать почти 40 минут с коляской идти надо выходить рано в 10 часов у нас занятия чтобы в 9 уже хотя бы собраться и выходить потихоньку я себе налила кофе я работе со ступенамбуром по себе такое печенье мне достану поем Андрей тоже кофе и уходим а у меня опять какая-то какая-то аллергия я не знаю я тот раз взяла луи гель но он хорошо очень на лицо а это видно у меня были руки я так протерла и мне кажется это когда попадаю на глаз вот у меня от простых кремов иногда до таких вот этот вот эта ерунда появляется то ли красила я не знаю в общем опять от чего я смотрю прям вот здесь пятнышко выходит у меня какая-то дотловатость как будто бы пошла ну чувствую как будто бы слева глаза опять оттекли именно веки вот здесь вот и очень смотрю опять у меня такая же ерунда намазала сейчас кремом вечер вечер мне кстати в этом отношении очень хорошо помогает когда я им краш и мажем он снимает вот эту всю сухость потом раздражением он вам единственный кто это снимает потому что не так не антигистамины и какие-то прямо ничего не помогает они начинают еще больше раздражение еще хуже глаз начинают и чесаться и болеть еще хуже оттекать мы идем Верн ты спишь что-ли? Яра спишь? сп Fors? спишь? плюс спишь? 매 Arctic Массаж Яр, сделай прям тарелку Под голову засунуть Все, давай, вставай Вставай, пошли Всем доброе утро Наше утро, по-моему, уже начало снимать немножко Мы сейчас Идем в занятия А вот здесь пахнет Посмотри, какая там не пахнет Знаете, какая здесь сирень И запах такой обалденный Ага Не, ну мы там шли по центру, где Московская Там тоже было очень много сирени, но запаха не было Здесь прям запах такой обалденный Не знаю Мы приехали на занятия Сегодня приехали на коляске Чтобы с отрячка Ну и нам прогулка Ходьба И Яре Сейчас он позанимается А вот чем будем заниматься Это Яра переживает, чтобы мы в магазин не пошли Без него Ну да, нам уже осталась-то неделя Яра Ну что там в магазине делать? Яр, вот так вот занимаемся? Занимаемся Мы не решаем две проблемы сразу Сейчас у нас проблемы с тобой позаниматься Тихо, умоляю Будет хорошо заниматься Значит мы рассмотрим вопрос Что мы походим и дальше Когда ты с коляской или с ребенком Чего? Ну мы пока сейчас идем за Язькой Мы две с коляски Хотели посидеть нормально в эфире Но тема пошла Не знаю Интернет пропевает Почему-то он резко Почему-то стал пропадать интернет там Хотя вот мы сколько Уже три раза выходили Да? У нас ни разу в принципе не было такой проблемы Один раз только было с боем Вот это черно Ну да Так что Не получилось Ну а мы не успеваем Да? Ладно Но Хочу сказать Что в принципе У Андрея Разные К вопросу Во-первых У Андрея есть ребенок Инвалид Начиная с того Не, а что ты оправдываешь? Я не оправдываюсь Я объясняю Что в принципе Это желание каждого человека И прежде чем задать его другому Я считаю Надо задать его к себе Почему ты не идешь Или пройти тот путь Да Или пройти тот путь Или узнать об этом что-нибудь А просто так сидеть На диване Или на чем там И говорить Ну извините А контрактников Ну нет Не знаю Об этом Я так Миллион процедурую Что вы Об этом не знаете Вообще Ну не надо Говорить Простите за выражение Глупости И я считаю Что во-первых Честно говоря Вот эта ситуация Это не повод Для зарабатывания денег Просто есть люди Которые заточены На такой жизнь Но они бойцы По жизни Да И для них это да Для них это может быть Есть работа Они изначально выбирают Свой путь Для этого есть Другие войска Я так понимаю Которые не военно-морские Которые не сухопутные А есть специально Организованные Эти войска Могут они потом И становятся По контракту Каким-то образом Идут Но я хочу сказать Что это образ жизни человека Если человек Этим образом не живет То это не самый лучший вариант Зарабатывания денег Скажу наверное Пример Который мне постоянно Тыркает Что-то мне Вот эти Сложный сторон Такой же Как и ты Имеющий Как говорит Имеющий У нас даже Некоторые раза Лучше Чем у тебя Надо оценивать Свои Физические Наверное Тоже способности Говорят О классно Я пойду Там заработаю Кузне Я вам скажу Что очень маленький Процент То оттуда Просто Чтобы решил Просто заработать Которые Да Ты должен быть Я пойду Чего тебе говорят Для этого Ты должен быть Специалистом Если ты не специалист В этом Если ты не Тренировался Именно Не был заточен И плюс Это образ жизни Не надо Говорить Что Многие Едет туда Для того Чтобы Имея Семь Заработать Деньги И вернуть Ерунда Это ерунда Это глупость Кто вам Говорит Или Вы Придумываете Это глупость Люди Туда Поствоенно-драматический Сыгром Что их тянет И это У меня тоже Одно время Я тоже Как говорите Когда увижу драку Я тоже Милый Постоянно Меня держит Но это не говорит О том Что Это повод Да Если не дай бог Станет такая ситуация Когда надо Будет Не сомневайтесь Совсем Другое Я пойду А пойдете ли вы Или ваши Все Да Все Понесу Не Ну я просто Объясняю Что Понимаете Как бы Для этого Надо Родиться Именно Бойцом Да Понимаете Как бы Для этого Есть Кто-то Швея Кто-то Сантехник Кто-то Начальник Не представляет Есть Очень многие Другие Способы Я вам скажу Я также Могу пойти Сейчас зарабатывать Мне сказать Мило Что ты сидишь И не зарабатываешь Можно пойти Занебрабатывать Точно Самопроституция Точно Очень Легкий Заработок Получаешь Удовольствие Извини За это Тебе еще И платят Хорошо Платят На самом деле Девчонки Которые Работали Простыми И Которые У нас Были Просто Примеры Они Жили В Показатели На нити Столько Не платят Уже Это Что такое Что такое Бери Клубника 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 Ярислав Придумал Фон Синий Голубой Двухцветный Клубок Из таких Камушков Да Это Такие Маленькие Плиточки На мастер Класс Ездили В Лобнинск И Будем Может быть Еще Года Если Все Нормально Будет Заниматься Сейчас Пока Тренируемся Пока На бумаге Тяжело Конечно Маленькие Кусочки Брать Резали Большие Картон С ладошки Картон Берет Очень хорошо Я думаю Плиточки Будет Брать Он Молодец Он Берет Кусочки Самолазывает Ярислав Будет Паран Ярислав Хвалю Я тебя Хвалю Ярислав Ты Молодец Мне было Приятно С тобой Работать Пошли Не будем Нажать Не надо Закрывать Потому что Тепло Чтобы не было Там душно Не надо Закрывать Не надо Выходи Оставь Оставь Людям там Душно Тебе же сказали Ну почему Потому что Уже лето Уже надо Все открыто Держать Все Пошли Оставь Аккуратно Поворачивать Лишь там Поставили Этот Брусочек Чтобы она Не закрывала Не надо Его открывать Ум Все Пойдем Не надо Снимать Ты что Чтоб тебя Отругали Ты эту Хочешь Пошли Пойдем Ты Учил Я учил Тебя Этим Вещам Не стыдно Тебе Я Пошли Я тебя Пакостнить Учил Да я так Ха-ха-ха Ну молодец Спасибо 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 Бери, бери, лад, бери, уговорил. Бери. Два. Два. Ну, бери два, хорошо, возьми два. Бери, бери, бери. Нет, два. Бери, два. Бери, два. Бери, два. Нет, 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 я. Берем. Или вообще ни одного. Все, давай иди дальше, нам за хлебом надо. Где хлеб, давай иди убери. Сначала хлеб. Завтра у нас лошадки, поэтому мы сейчас возьмем гостинца для нашего паруса. Да, пару слов. Да. 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 Ты вот с мамой выбирает. Что? Я не думаю. Да, я завтра дома. Я отпросился. Не отпросился, а поменялся. Чтобы можно было завтра пойти с тобой на лошадок. Выбирайте это. Хорошо. Я не думаю. Все время. Это очень increased. Это слия. Да. Да, надо. Да. Это слияние, но так vague. Ье. Это слия. Спасибо за просмотр. Ах. Б妹, мама. Я тоже, как говорил, это Quran большая. что там? свершить надо? свершить надо? свершить надо? свершить надо? свершить надо? Продолжение следует... 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 с финиками. Финики я ему покупаю большие. Он кушает сам, старается косточки, но я не люблю, потому что он может и проглотить, мало ли, подцепить. Я ему прям просто сейчас творогом и сироп топинамбур туда добавлю, чтобы он поел и уже отдыхать. Потому что вечер уже проскочил. Они с математикой делали с Андреем сегодня, пока я сидела монтировала ролик о его стрижке. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо за ваши приятные комментарии. Но я там потом в следующем ролике, правда я должна была в этом пояснить, но Андрей этот кусочек сразу не положил мне, не поставил в ту папку, когда он получается, он сгружает с камеры, сгружает на компьютер, а я уже потом собираю. Я не просмотрела, там один кусочек остался необработанный, то есть как бы там, именно я объясняю, почему мы до этого его не стригли, потому что хотели постричь его, ну немножко длинную голову, чтобы волосы оставались вот здесь вот, и вот оно вот так вот шла, длинная волосы. Но когда мы пришли к мастеру, мастер, она говорит, я думала, что будем, ну как бы получается, когда машинка, все-таки оно быстрее стрижется, а когда ножницами, то это намного дольше. И я очень движется, потому что видно, что я ему голову держу, он ото всего начинает двигаться, и когда он движется, конечно, тяжело, поэтому она даже боится ему ножницами стричь челку, она даже челку ему стригла вот с этим машинкой больше. Ну не знаю, посмотрим в следующий раз, она говорит, я больше времени заложу на стрижку, попробуем постричь его именно по-другому, чтобы чуть-чуть длинные волосы были, ну посмотрю, я в общем, не знаю, пока нет, уже, пускай хотя бы сейчас месяц-полтора отрастет, чтобы длина, а дальше будет видно. Но с другой стороны, знаете, как бы, если что не делать, то делать лучше. Я так думаю, что сейчас вот вообще не сезон его с длинными волосами, потому что нам сейчас ехать, там пляж, там бассейн, и получится просто-напросто такая петрушка, что он будет с мокрой головой с этими длинными волосами, одно дело у него стриженное, то есть чуть-чуть это подсохнет, и все быстро, а это он будет у меня постоянно с мокрой головой, эта голова будет постоянно сваленная, эта голова будет или каждый день шампунем мыть, я не хочу ему портить голову, чтобы мыть именно каждый день ему шампунем, поэтому в принципе, хорошо, что посрели его так коротко. Вот такой у нас парень красавчик. Правда, мы почему не стригли, мы хотели другую немножко стрижку, но так как я много движений, немножко не получается по которому, она говорит, на это надо времени больше ей закладывать, а я не предупредила, что хотим, ну то есть не машинкой стричься, а ножницами, а когда ножницы, она говорит, это как взрослая стрижка практически, ну женская, там надо час больше, и всем как Яра, конечно, двигается, то есть как бы здесь ей надо будет более так. Ладно, ничего, отрастет лето, а потом мне все равно нравится, тоже хорошо. Так что вот так вот, хочу апельсин поместить, не знаю, посмотрим. И мы будем уже отдыхать, потому что завтра нам рано вставать, где-то у нас в 10 часов уже на лошадях занятие, быстрее всего оно будет на природе, я так думаю, занятие, потому что если водожня нет, они занимаются на улице, вот я тоже думаю, что будет на улице, но коротким рукавом майку не надо будет одевать длинным рукавом, и брюки длинные, потому что на лошади нельзя сидеть с короткими брюками, не должно быть по технике безопасности соприкосновение тела человека с лошадью, и короткий рукав, в том плане, что если вдруг это на улице, там могут быть и оводы, но оводы навряд ли еще рано, ну а всем, во всяком случае уже могут быть и мухи, быть и что угодно, поэтому длинный рукав, чтобы оно именно, его ничего не кусало Ярика, так что вот так вот. они будут предусмотреть какие-то бодилки ему длинные, или носки что ли длинные, чтобы они закрыли, потому что у него брюки так уже все коротковатые становятся, я пока принципиально не покупаю, то есть думаю, пускай он их доносит, они ему только-только, а уже к зиме, к осени, уже вот к школе, уже брать что-то опять свежее, адекватное, сейчас ты купишь это все, пойдет опять в разнос, в стиральщик. Так что вот так, вот ладно, мы тут с Симой, сейчас тоже Симой сидит, сейчас пойду по корню Ярика, будем спать, положиться отдыхать, всем огромное спасибо, все, пока-пока. Наверное, это твой рай, искать его отражение, в предметах черного цвета, и слышать в голосе мая, Наверное, это твой рай, в лучах оконного света, так близко кажется небо, когда глаза цвета рай, и хорошо, что он не знает, ситуация не может быть сделан, что он не может быть ведущим, Duygusal мая, тоже что в виду по кореннойμεcoat, а знаете или в твою репорту, OOOOOOOOОМ ГЛИКОВ pareция является, Продолжение следует...